Раствор хлора безопасен для человека и животных, но смертелен для вирусов и бактерий. Вот уже полгода его распыляют в Самаре, там где ступает нога горожанина. Ежедневно спецбригады обрабатывают подъезды жилых домов от дверных ручек и почтовых ящиков до перил и лифтов. В бассейне хлорку используют. Она уже, скажем так, проверенное средство и самое эффективное. Поэтому она выветривается через какое-то время, убивая все микроорганизмы. Сейчас хлорку никто, сам хлор непосредственно в чистом виде никто не использует, а используют хлористые. То есть это состав с меньшим концентрацией хлора, поэтому тоже спаряется довольно быстро, не нанося вреда здоровью организму. То есть там допустимая норма. Мобильные бригады дезинфекторов работают по всему городу. Обработке подлежат и дворы, детские и спортплощадки, скамейки и урны. Районные власти следят за работами круглосуточно. Подтверждается актом с подписью обязательно жителя непосредственного дома и выкладывается в соответствующую группу, где администрация производит ежедневный контроль. У нас есть создана группа в администрации, где поступают обращения жителей. Мы с ними, соответственно, сразу разбираемся и указываем управляющим компаниям или другим организациям управляющим о недопустимости данных действий. Не стоит волноваться самарцам и за свое здоровье в парках и в скверах. Там тоже ведется война с COVID-19 ежедневно. По времени на каждой, в зависимости от парка, уходит от одного до двух часов. Стараемся проводить обработку в утренние часы, пока посетители минимальное количество. С 31 марта, когда было объявлено первое у нас постановление губернатора о ограничениях по поводу пандемии, санитарная обработка всего города, общественных пространств, УДС, то есть дорожной сети, она осуществлялась постоянно и не прекращалась ни на один день. Запас как минимум на 10 дней вперед. 11 парков Самары и набережную обрабатывают ежедневно, если позволяют погодные условия. Не оставляют без внимания и скверы. Их в городе 139. За полгода пандемии их дезинфицируют уже в девятый раз. Санобработку проводят и на улицах Самары, причем уже по 11 кругу. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, темпы и объемы работ по дезинфекции городских пространств в ближайшее время снижать не планируются. В Самаре по-прежнему действует режим повышенной готовности. И следует соблюдать ограничительные меры, надевать маски и стараться по возможности соблюдать необходимую дистанцию, особенно находясь в общественных местах. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.